МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РН Новости Анапа. Регион в студии Ирины Меркурьева. И сегодня в выпуске. 30 лет на службе детству. Смена отметила юбилей. Традиция гласности. Глава Анапа провел пресс-конференции. Отказ от вредных привычек – главный тренд современности. Начавшийся сезон обнажил все болевые точки курорта. Стихийная торговля наступает со всех сторон, буквально не давая свободно шагнуть отдыхающим и жителям города. Дать волю таким горе-предпринимателям значит превратить город в барахолку, обозначил свою позицию глава Анапы Сергей Сергеев на общеградской планерке. Пляжи – неприкосновенная зона для тех, кто пытается зарабатывать, нарушая закон. Первый заместитель главы Анапы Светлана Яровая проинформировала, как будут проводиться контрольные мероприятия. Нами создана рабочая группа, мобильная группа, обеспеченная сотрудничественными транспортными средствами, которая во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и сотрудниками Депресс будет осуществлять патрулирование пляжных территорий с целью недопущения движения. Движение любого автотранспорта можно специализировать. Курортный сезон обнажает самое неприглядное. Стихийная торговля появляется на каждом свободном клочке земли. Спортивная площадка на набережной, как медом, намазана для коммерсантов. Глава курорта задает вопрос подчиненным. Какие меры принимают, чтобы пресечь? Они взяли прямо на набережной, поставили торговлю и сок. Прямо на набережной. И люди должны обходить. Понимаете? Они выход нашли. Вместо того, чтобы лишний тренажер на детскую площадку добавить. Да, с данным образом, распространите дорогу, аренды земли. Если земля не их, найдите формальный признак. Все, никакой торговли, ни соками, ни мороженым там быть не должно. Бизнес имеет право на существование, но только в том случае, если он законный. Травить отдыхающих суррогатом не из этой серии. Сколько вы их сделали? Правильно, это 40 тонн, да? Сначала года. Еще сезона не было. 35 тонн. В прошлом году на этот период были взяты 1 тонна 50 литров. Сравнивать? На этот период 1 тонна 50 литров, сегодня 35 тонн. Обсуждаемые на планерке темы, главное для всех служб Анапы на весь высокий сезон. Через 10 дней официальное открытие курортного сезона в Анапе. По традиции накануне вопросы главе города от журналистов на пресс-конференции. На этот раз все представители краевого журналистского сообщества, пожелавшие участвовать в традиционной пресс-конференции с главой курорта Сергеем Сергеевым, прошли с экскурсией по корпоративному центру отдыха Сибур. Где отдыхают дети? Как организована их безопасность, лечение, досуг? Интересно все до мелочей. Ведь Сибур образец того, как должно быть в каждом санатории и пионерском лагере. Спортивное сооружение, пляж, его оснащенность, лечебная база – настоящий предмет гордости. Но на пресс-конференции вопросы журналистов о самых болевых точках. Например, что за ситуация сложилась вокруг ролетов на набережной, закрытых социальной рекламой. Нарушены все нормы землепользования, правил землепользования и застройки. В прошлом году я предложил арендаторам и собственникам этой земли построить то, что уже построено сегодня. Когда мы спускаемся по центральной аллее парка «30-летие Победы», упираемся в климатопавильон и поворачиваем направо. У нас справа-слева есть магазины из стекла и бетона. Это то, что нужно сегодня и городу, и отдыхающему, и в принципе соответствует законодательству. Люди не стали этого делать. Они прицеливались, прицеливались. Сейчас я знаю, они испытывают меня на прочность. Вот идет тактичное противостояние. Я вам скажу, вот если повернуть сейчас на набережную, левая сторона, там 800 с лишним метров в 2005 году отдана была в собственность для расширения и облагораживания кафе «Рандеву». В 2014 году они изменили вид разрешенного использования собственники ООО «Валентина» и уже там можно строить. А вот послушайте теперь цифру. Вчера у этих арендаторов появились договоры аренды, где прописано 100 тысяч рублей за один ролец сейчас и еще 200 тысяч по окончании сезона. То есть сумма 300 тысяч, да? Знаете, сколько налоговая ставка составила вот этого участка за 2014 год? Ну, назовите любую цифру. 9 рублей. Подчеркиваю, я не оговорился. 9 рублей. На набережной вообще не должно быть торговли, понимаете? Следующий, вот предвидя ваш вопрос, я вам скажу, мы сегодня работаем над тем, чтобы и сезонную торговлю, мороженое, соки, лимонад убрать в стационарные магазины. Их достаточно в Анапе. Зато у нас не будет грязи на улице, у нас не будет бумажек. А если собственник магазина на прилегающей территории хочет организовать выносную торговлю, пожалуйста. Но зато он работает круглогодично. Он круглый год платит налоги. Я подчеркиваю, вот здесь договора появились. Вот здесь. Вчера. На руках у торгующих. До этого договоров не было. Давайте на секунду представим. 80-летных павильонов. Пожарных проездов нет, ничего нет, половина людей даже не говорят на русском языке. Понятно, что они не живут в Анапе, половина. Где они будут ночевать? Они что, снимут отель? Они будут ночевать там. Соответственно, готовить пищу там. Свет. Его там нет, значит свечки. Загораются ролеты, сгорают, гибнут люди. Кто отвечает? Ну скажите, кто? С трех раз угадайте. Так а почему я должен тогда вести себя немного по-другому, а? Пресс-конференция была динамичной, насыщенной, интересной. О том, какие вопросы задавали журналисты, мы еще расскажем в следующем выпуске. В День защиты детей глава города Сергей Сергеев решил посмотреть, как организована охрана территории обычного сельского детского сада. Росинка, станица Анапская, встретила его надежно закрытыми воротами и профессионально организованной охраной. В детский сад просто так не попадешь. Просто так на территорию не попасть. Необходимо прежде всего позвонить по телефону, обозначенному на планшете. У детского сада два входа, и оба надежно закрыты. Пока ждем охрану, Сергей Павлович размышляет слух о том, какие есть перспективы у этого детского учреждения. Можно добавить территорию детского сада для прогулок детям там, а с этой стороны достроить еще корпус. И все, увеличить пищеблок, место ездить, не трогая сосны, ничего. Это же вообще сказка получится. Заведующая детским садом Елена Иванова обращалась к главе за помощью. У дворей не было тротуарной дорожки и асфальтовой дороги. Требования Роспотребнадзора выполнены в полном объеме. Сегодня идет работа по сбору материалов на строительство нового модуля. Тех условий я взяла на воду. На увеличение, да? Да. Здесь два модуля сядет смело и на 80 человек. Вот я поэтому на 80. На очередь есть. Ну в Анапске, конечно, там же расстраиваются у нас. А, особенно та сторона. Конечно, там же нет детского сада. И им удобно сюда водить? Ну конечно. Автобусы хорошо пулут. Конечно. Глава города обошел детский сад по периметру и отметил еще раз, что такой детский сад есть все основания расширять. Ведь только в этом году 40 ребятишек станицы Анапской пошли отсюда в школу хорошо подготовленными. Санитарное состояние пляжных территорий, внешний вид и укомплектованность спасательных постов проверила специальная комиссия во главе заместителя мэра Анапы Людмилы Тереченко. Инспекция прошла по пляжам, бас отдыха, пансионатов и санаториев, расположенных на Пионерском проспекте. Пляж гостевого комплекса «Дворянское гнездо» не отвечает требованиям прежде всего по своему санитарному состоянию. Территория захламлена, внешний вид находящихся на пляже объектов оставляет желать лучшего. Поручение от комиссии навести порядок в кратчайшие сроки. А зачем вы остатки везете на этот год? Тем более вы еще даже не открыты. Вы не прошли, не вы не по форме, не ваш объект не по форме, но отдыхающих, понимаете. Давайте телефон нашим не говорите. До первого заезда считанные дни, а пляжная территория одного из детских лагерей поражает своим видом. Поваленные вышки, мусор, спасательный пост в ненадлежащем состоянии. Антисанитария на пляже базы отдыха Охта. Навести порядок комиссия потребовала и на пляжной территории пансионата «Одиссея». Но одним негативом рейд не ограничился. Положительную оценку получил пляж Центра оздоровления «Сибур-Юг». Он может служить образцом для остальных. Здесь все в порядке. И оформление, и чистота, и спасательные посты. Претензий нет. Комиссия проинспектирует все пляжи Пионерского проспекта. Предписания с указанием, какие недочеты надо устранить, будут отправлены руководителям здравниц. Три месяца лета – самое счастливое время для всех детей. Можно быть уверенными, что анапские ребята смогут провести его с пользой и большим удовольствием. Управление по делам молодежи совместно с Молодежным центром 21 век с началом самого жаркого времени года открывает летние дворовые площадки. На протяжении трех месяцев 45 площадок будут функционировать в городской черте и в сельских округах. Эти мероприятия мы даем старт работы площадкам по месту жительства в нашем городе. Таким образом, выполняем поручения нашего главы муниципального образования Сергеева Сергея Павловича не забывать об организации досуга в летний период наших местных ребятишек. Открытие площадки в 12-м микрорайоне стало настоящим праздником для местных ребятишек. За несколько улиц были слышны веселые песни и радостный смех. В первый день лета для ребят устроили оживленную развлекательную программу. Это очень интересный праздник, на нем очень интересно, много призов. Рисуют тату на лице, на руках, можно даже на ногах и раздают призы. Делаем зарядку, рисуем. Делают мячи. А что вашего нравилось? Никакой, когда на ней лезь? Ну, то, что рисовали и чупа-чупсы. А делаешь чашку? Да. Ну, там танцевали, прыгали. Ну, нам все понравилось. Нам брали шарик, обрисовали. Очень неожиданно, то, что бесплатно вообще. Мы узнали чисто случайно, после с родственниками. И решили зайти. Довольные, дочке нравится, не хотим уходить отсюда. Все лето на таких площадках детей будут развлекать аниматоры и вожатые. Ребятам не придется скучать. Каждый день будут организованы спортивные и интеллектуальные игры и конкурсы. А для родителей, что важнее всего, чтобы у детворы было развивающее занятие и полноценный отдых. 1 июня Всероссийскому детскому центру смены исполнилось 30 лет. На торжественном открытии юбилейной смены побывала наша съемочная группа. Всероссийский детский центр смены открыл свои двери 1 июня 1985 года и является одним из четырех флагманов детского отдыха в России. Среди ключевых направлений деятельности смены – инновационные образовательные площадки, вобравшие в себя актуальные темы, интересные молодым. С юбилеем центр поздравили почетные гости. Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов, директор Всероссийского детского центра смены Евгений Нижник и заместитель главы Анапы Людмила Мурашова. Понимаю, что будущее России в надежных руках. И мне сегодня особенно приятно поздравить Всероссийский детский центр смены со столь знаменательным событием в его жизни от имени главы нашего города Сергеева Сергея Павловича. Прямо из космоса детский центр поздравили бортинженера 43-й экспедиции на Международную космическую станцию. Артисты весь вечер радовали гостей юбилея своим творчеством. На празднике выступили участники и финалисты телепроектов «Голос и голос дети». Популярна поп-группа «Интонация». В ходе празднования юбилея в смене пройдут фестивали дружбы, спорта, русского языка, Черного моря, технического творчества, профессии, красоты и добра, а также кинофестивали, юбилейный карнавал. За 30 лет смена не изменила своему главному направлению – дарить радость детям. И по-прежнему остается гордостью Анапы. По уже сложившейся традиции, в День защиты детей 1 июня около стен роддома состоялась акция, цель которой – защитить право на жизнь и запретить убийство еще нерожденных детей. Участники акции приняли участие в автопробеге. Плакаты и флаги призывали «За жизнь без абортов». Дет-убийство стремится стать нормой. И церковь всегда ставит заслон этому, призывая их к совести христианской, призывая их к покаянию. Настоятель храма преподобного Серафима Саровского, отец Александр, торжественно осветил икону «Святой образ Пресвятой Богородицы» в родах помощницы. Икону установили на здании роддома. Она считается одной из важных в православии. Школьники отправились путешествовать в страну здоровья. Центр диагностики и консультирования открыл свои двери для всех желающих в рамках городской акции «Будь счастливым не курящим». Центр диагностики и консультирования борется за здоровый образ жизни. В день отказа от курения родители получили консультации у психолога, а дети в игровой форме узнали, как никотин влияет на здоровье. Для самых маленьких придумали развлекательные игры. А для детей постарше организовали суд, где ребята выносили приговор сигарете за то, что она приносит вред здоровью. У нас по ПМС-центре проходит день открытых дверей, где мы пропагандируем знания и навыки по привитию здорового образа жизни нашим деткам. Весь день ребята рисовали стенгазеты, играли и познавательно проводили время. Волонтеры не остались в стороне и тоже приняли участие в Международном дне отказа от курения. Жители и гости города в этот день не смогли противостоять ребятам и отказались от вредной привычки. А вы можете сейчас отказаться от сигареты? Сейчас. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В среду, 3 июня в Анапе малооблачно, днем, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 22-24, ночью до 20 градусов тепла. Ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 18 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.